Слава Иисусу Христу! 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 И заведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо он и почил он от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделания земли. И теперь вот будет описание подробно, как человек создал и как он пал. И сатана будет здесь сейчас. И создал Господь Бог человека из праха земного, то есть мы созданы из земли, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой. То есть мы не от обезьяны произошли, а отдельно Бог нас сотворил, отдельным, венцом творения. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, Тигр, она протекает перед Асирею. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в Эдемском, в саду в Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли животных полевых и всех птиц и местных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он называет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ими ей. И то есть Господь переводил животных к человеку, и Он давал им имена. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. То есть к нему Бог приводил животных, допустим, это слон, он видит, это не я, то есть не такой, как я. Это птица, это мышь. И давал название соответственным свойствам своему животному. Ее привели обезьяны, и Он говорит, это не я. И нарек человек имена всем скотам и птицам, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял он из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому что оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. То есть, что мы видим из этого? Что Бог создал жену для мужа, из ребра мужа. И когда мужчина женится на женщине, и женщина на мужчине, ну, законный брак, то будут двое и одна плоть. Поэтому мы отсюда знаем, что брак должен быть только законный. То есть, венчанный в храме, в благословении родителей, без благословения ничего не позволяется делать. И только потому, что когда происходит соитие, будут двое и одна плоть. Отныне это не два человека, а как один человек, одна семья. И представляете, если налево-направо человек ходит, с кем попал и спит, то он как бы одним телом совсем становится. С блудниками, с курильщиками, с матершинниками, со всеми. Поэтому это очень важно, чтобы у человека всегда была одна только жена, или один муж. По-другому нельзя. По-другому это смерть. Далее читаем, как человек пал. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. То есть, змей это сатана. В образе змея. И сказал змей жене. То есть, мы знаем, помним заповедь, которую Бог дал человеку. Не ешь от древа познания добра и зла. И тут подполз змей, то есть сатана, и говорит. Подлинный ли, сказал Бог, не ешь ты ни от какого древа в раю. И сказал жене змей. И сказал. И сказал.